Добрый день! Меня зовут Виктория Борисенко, я юрист в сфере интеллектуальной собственности. Совместно с научным издательством «Технологический центр» мы запускаем серию обучающих видео об авторском праве и как оно применимо на практике. Следите за нашими новостями и не пропускайте новые познавательные видео. В предыдущем видео мы говорили об основах авторского права, что это такое и какие произведения оно защищает. А сегодня мы поговорим о том, какие права есть у автора, а какие права есть у издателя. Согласно доктрине континентальных стран, первичным субъектом авторского права является сам автор. Это означает, что все права на созданное произведение в первую очередь принадлежат автору, причем защищается как опубликованное произведение, так никому не известная рукопись, которая лежит в столе уже годами и еще никому не известна. Основная задача авторского права это установить связь между автором и произведением, чтобы автор мог законно использовать свое произведение и получать от этого материальную выгоду, то есть благо. Законодательство делит авторское право на личные неимущественные права и имущественные права автора. В первую очередь расскажу о личных неимущественных правах. Это права, которые устанавливают связь между автором и его произведением, то есть к этим правам относятся. Право автора обязательно упоминать свое имя при публикации произведения. Право автора использовать псевдоним, либо анонимность. Также автор может препятствовать перекручиванию своего произведения, которое выставляет его в каком-то неблагополучном свете. Например, ученый во всеуслышании может говорить, что он написал эту гениальную статью, что это его лучшие произведения, а может заявить, что у него был творческий кризис и вообще анонимно опубликовать свою статью, либо опубликовать ее под псевдонимом. А вот имущественные права позволяют автору получать финансовую выгоду от использования своего произведения. К таким имущественным правам, к примеру, относятся право использовать свое произведение самостоятельно, право запрещать кому-либо использовать свое произведение неправомерно, либо право разрешать кому-либо использовать это произведения. Например, автор может написать книгу, либо научную статью и свои права продать или передать во временное пользование издательству, за что он получает финансовые вознаграждения. Однако перед тем, как вы заключите договор с издательством, необходимо внимательно изучить условия договора. Но где же права издателя, спросите вы? Издатель может получить права только по договору и только авторские имущественные права. Например, если вы хотите опубликовать монографию или научную статью совместно с издательством, то вы должны обязательно подписать договор и детально ознакомиться с условиями договора. Об этом мы будем говорить в нашем следующем видео «Сделка на миллион. Как правильно заключить договор между автором и издательством». Если такого договора не будет, то автор тогда может вполне законно предъявить претензию издательству о том, что они незаконно используют его работу. Неимущественные авторские права. Повторюсь, это права, которые устанавливают связь между именем автора и его произведением. Не имеют ограничения в действии. Имущественные авторские права имеют ограничения в действии. Например, по сроку. Это вся жизнь автора плюс 50-70 лет после его смерти. Срок варьируется в зависимости от страны. Также лицо, которое обладает авторскими правами, может проставлять на своих произведениях предупредительную маркировку. Это элемент, который стоит из трех знаков. Первый – это латинская буква «Си» от слова «копирайт» в кружочке. Я уверена, вы встречали этот знак. Второе – это имя или наименование лица, которое владеет авторскими правами. И третье – это год публикации. Территориально авторское право не имеет тоже ограничений. Оно распространяется на 179 стран, которые подписали Бердскую конвенцию об охране художественных и литературных произведений. В отличие от патентного права, повторюсь, не имеет территориального ограничения, так как торговые марки, промышленные образцы изобретений имеют ограничения по территории. Не пропускайте новые видео, пишите ваши вопросы в комментариях или на электронную почту, которая указана в описании этого видео. Мы обязательно ответим на все из них, снимем для вас новые интересные видео. И помните, что ваша интеллектуальная собственность – это ваше богатство и сила успеха в знании закона.